Доброе утро, дорогие телезрители! Ну а сейчас мне особо приятно представить следующего нашего гостя, потому что именно в этом заведении учебном окончил я свое обучение когда-то. И в гостях сегодня у нас заслуженный деятель Кыргызской Республики, директор Бишкекского хореографического училища имени Чалпанбека Базарбаева, Эрик Вильданович Латыпов с учениками Республиковым Ханзатом и Рахмановым Адиджаном. Доброе утро! Как вы до нас добрались? Все ли было хорошо? Хорошо, у нас уже экзамены идут с 8 утра, поэтому все хорошо. Все отлично, да? Я сразу вижу, вы у нас не с пустыми руками, да? Наверное, для наших телезрителей тоже уже появился некий интерес по данным вашим этим. Если есть возможность, давайте вы сразу расскажете о них, а потом уже более перейдем к вашим делам. Ну, не случайно в этом году у нас в Республике отмечается 95-летие Чангиза Турековича Айтматова, нашего народного писателя, лауреата трех государственных премий. И, конечно, это легенда, это история целого народа. И мы очень рады, что сегодня так совпало, что и телевидение нас пригласило, и то, что сегодня 26 мая в 14 часов в Бешкетском хореографическом училище будет вот такое вот поэтическое, хореографическое и стихотворное проза, концерт, проза наших учащихся, где будут показаны произведения по Чангизу Турековичу Айтматову. И также хореографические танцевальные картинки, которые приурочены к стихам или к прозам. Педагоги наши очень энергично откликнулись. Год у нас прошел очень насыщенный. Вот вчера мы только буквально провели последний звонок. Сегодня вечер такой-то хореографический к Чангизу Турековичу Айтматову. И второй год мы уже проводим как защита дипломной работы. Мы провели ее в том году первый раз, когда студенты третьего курса показывают свое мастерство, свой профессионализм, на что они шли, к чему они пришли в течение восьми лет своей учебы на классическом отделении. В этом году у нас второй раз такое мероприятие будет проходить 27-го, завтра. И студенты наши уже подходят более осознанно, более профессионально, более грамотно. Дело в том, что они доказывают, что они не зря обучались в этом учебном заведении, и что они получат профессиональный диплом артиста балета и артиста ансамбля народного танца. Я очень благодарен нашему Министерству культуры, туризма, спорта и молодежной политики, особенно министру Максутову Атлан Бекаскаевичу, замминистру Маналиеву, Кайрату Жубаевичу, что они поддержали наше учебное заведение, когда мы предложили, что нужна связь с регионами, нужно нашим ребятам выезжать, потому что это профессионалы, которые готовим мы для государства на ансамбля танца «Акмарал» в национальную филармонию. Наш театр у первой балета знаменитый. И наше министерство добыло проект «Приоритет». Нам выделили средства. Мы съездили буквально недавно, в начале мая, в Каракол, где дали в музыкальном Иссык-Кольском театре пять концертов для школьников. И что интересно, на последнем концерте были представители старшего поколения. Бабушки, дедушки, папы, мамы. И они поблагодарили нас, что мы приехали, поблагодарили министерство, то, что профинансировали. Это была именно действительно хорошая профессиональная агитация поступить в наше хореографическое заведение. Ведь в нашем хореографическом заведении преподавали такие знаменитые педагоги, как Бебисабиша, Бешеналиева, Народная артистская СССР, Уран Тучевич Сарбагишев, Народный артист Кыргызской Республики, Лавриат Государственной премии СССР, Ирина Радон Чукоева, Народная артистка Кыргызской Республики. Это целый ряд легенд и больших профессионалов. И когда зрители старшего поколения посмотрели этот концерт, они говорят, как жаль, что не приезжает в театр оператор, это симфонический оркестр. То есть люди за такой большой промежуток времени заскучились по хорошей профессиональной народной музыке, классической музыке, народного танца профессионального, классического танца. И я думаю, что это была такая первая ласточка профессиональная, она была очень хорошая. И также у нас планируется в Южный регион, город Ож, это 9 октября. Мы усиленно готовимся. Самое главное, что дети почувствовали, что они нужны этой профессии. Когда 40 студентов и учащихся поехали, показали свой профессионализм, когда их сверстники аплодировали, такие же сверстники аплодировали им, как большим профессионалам, когда подбегали на сцену после концерта и фотографировались с нашими студентами. Я считаю, что это большая такая работа была. Это колоссальный труд. Мы знаем, что такое балет. Тем более я не понаслышке. Мы знаем, как это тяжело дается каждому ученику, каждому педагогу. Вы сделаете из ребенка артиста, поэтому вам огромное благодарность за то, что вы готовите такие кадры прекрасные. И мне кажется, что вот эта поездка и эти гастроли, они как раз будут с таким хорошим сподвижником для того, чтобы дети из регионов как раз-таки приезжали к нам в училище, в наше балетное заведение, потому что оно у нас единственное, которое выпускает профессиональных артистов. И это будет такой стимул, чтобы дети со всех регионов приехали и также стали воспитателями нашего училища. А вам поступают после каких-то определенных классов или в училище, или это как? Да, в наше учебное заведение поступают по профессиональным данным. Обязательно ребенок должен завершить учебу 4 класса, начальней школы, быть по структуре, по музыкальности, способным анализировать музыкальность, гибкость. Но здесь целый набор параметров экзаменационных, которые должен ребенок пройти. Это, конечно, состояние здоровья, прежде всего, и физические, и артистические данные. Вы знаете, сейчас, когда идешь по улице и смотришь на многих молодых людей, девушек, парней, и видишь, какие высокие, красивые, статные, и думаешь, ну почему к нам не поступают такие хорошие ребята. Дело в том, что профессия артиста балета, я думаю, что это замечательная профессия. Это, конечно, тяжелый адский труд. Вот наши дети обучаются, наши студенты, да, первого курса обучаются с 8 утра до 6 часов вечера. Это все общеобразовательные предметы, и плюс спецпредметы. И спецпредметы, они, конечно, тяжелые, потому что пойдут по полтора часа. Но у нас очень хорошие условия. У нас есть интернат, у нас есть столовая. Мы все делаем для того, чтобы иногородние дети, которые к нам приезжают из далеких сел, городов, чувствовали себя как дома. Мы делаем все условия, чтобы работала душевая, да, комната отдыха. И, ну, нам повезло, что на нас обращают внимание, и нам помогают. Вот это здорово. Когда государство есть, поддержка, это в любом случае, когда есть поддержка, это уже какой-то стимул, да? Совершенно верно, совершенно верно. К сожалению, за картинами не видно дипломов. Мы видим, что здесь написано лауреатой третьей степени. Это в номинации «Народно-сценический танец», «Народный фольклор», и получает этот диплом студент Бишкекского хореографического училища. И мы бы хотели, чтобы вы рассказали о этом конкурсе. Как я знаю, и как мы все участвовали, да, это очень престижный конкурс, и занять на нем призовое место, это нужно много-много усилий приложить. Поэтому ребята, может быть, расскажут о том, как они готовились к этому конкурсу, о том, как шла их, да, подготовка. Ну, держим, пожалуйста. Утесняйтесь, говорите. Сколько времени вы готовились к этому конкурсу? Готовились мы примерно около двух месяцев. Очень усердно, каждый день, каждый вечер. Было очень тяжело. Но, к счастью, мы справились, дали свои результаты. Очень понравилась, очень хорошая организация, теплый прием. И очень доброжелательные люди, очень гостеприимные. А один народ, четыре. А по вам как? Я танцевал в номинации «Народный танец». И мои педагоги – это наш директор Латыпов Верикулданович, готовил со мной хрызовский танец. И второй мой педагог – это Чернега Андрей Владимирович. Он со мной готовил украинский танец. Мы примерно готовились два месяца. Почти каждый день усердно занимались. И вот это привело к результату хорошему. Я получил диплом. И я очень рад, потому что вместе со мной танцевали с Узбекистана, с Казахстана. И там были сильные ребята. Я был самым младшим. Я не буду это скрывать. И со мной конкурировали третий, четвёртый курс с Узбекистана и с Казахстана. Это говорит о том, что очень профессиональная подготовка. Подготовка была сильная. Молодцы. Раз уж выиграть. Раз уж выиграть. Я знаю, что вы учитесь сейчас у педагога, который выпускал меня, Дасмата Насыровича, заслуженная птиц с Кыргызской республики. И вы выступали в классическом отделении, верно? Да, в среднем. И какое место вы заняли? Третье. Отлично. Поздравляем. Да, с учётом того, сколько стран, участников там было. Всё-таки международный конкурс, да? Сколько было участников вообще по численности. Занять такое место – это огромное достижение. Поэтому мы благодарим, опять же, дирекцию за такой хороший вклад и труд. И, наверное, я сейчас вот думаю, что у наших зрителей как раз такие уже много вопросов. Как же поступить в училище? Как поступить? Что нужно делать? Сколько лет обучения? По контракту, по бюджету? Это в целом… Давайте расскажешь в целом, да, про обучение. Ну, я только добавлю, что этот конкурс, который проходил в Алма-Ате, это международный конкурс Орлео, где участвуют только профессиональные коллективы. Это колледжи, лицеи, академии по хореографии. И, конечно же, соревноваться с узбекской академией танца по народному танцу – это очень сложно, потому что у них там прямо в крови сидит, да? А казахская академия – это тоже очень сложно, потому что у них очень хорошее финансирование, когда приезжают именитые хореографы, ставят хорошие хореографические миниатюры. И наши педагоги справились. Справились с задачей и достойно выступили. Тем более, что завершали гала-концерт нашим календарским массовым танцем «Шелковый путь». Это тоже уже многое говорит, что когда идет завершение и гала-концерт, и когда тот, кто завершает, это говорит о хорошем уровне профессиональной подготовки данного учреждения. К нам поступают дети после пятого класса, то есть после четвертого класса. На конкурсной основе мы начинаем набор 6, 7, 8 июня с 13.00 до 15.00. Мы приглашаем всех, особенно я обращаюсь к руководителям хореографических кружков, коллективов, студий, ансамблей. Дело в том, что многие педагоги проучились у нас, протанцевали в театре оперы-балета, в госансамбле, и когда к ним обращаешься, говоришь, приведите к нам своих хороших учеников, то почему-то получается набокое такое понимание. Нет, это мой ученик, я не должна, я должна его сама довести. Я могу сказать, что есть коллективы и педагоги, которые понимают и которые направляют детей в наше училище. Им огромное-огромное спасибо. Например, Ирина Сергеевна Исаева, она работает в нашем хоревическом училище, педагогом, и плюс ведет еще свою студию. И она всегда всей душой и профессионализмом отбирает своих учеников и рекомендует родителям поступать. В любом случае, я думаю, что ребенку это нужно, быть сильным, быть выносливым, иметь хорошую осанку, иметь слух музыкальный. Потому что у нас проходят уроки фоно, также общеобразовательные дисциплины, когда в классе, это не секрет, у нас по 40-50 человек в обычных школах в классах присутствует, у нас 24 ребенка. И, конечно же, педагоги, общеобразовательные дисциплины каждому ребенку подходят и обучают. То есть идет обход знаний. И поэтому учиться, жить, трудиться, в производственной практике выступать в нашем театре опера-балета – это большая честь. И поэтому, родители, приводите к нам детей. Вот вы сказали, что школьные дисциплины, школьные предметы, они обучаются углубленно. И при этом ты еще уже в юном возрасте какое-то уже берешь направление. Совершенно верно. А также, смотрите, у вас, я вижу, грамоты, книжки. Вы там тоже о них расскажете? Совершенно верно. Мы также участвуем и сотрудничаем с Россотрудничеством и русским танцем. И этот русский танец был массовый. Он оказался самым лучшим профессиональным танцем. Его отметили. И Россотрудничество, русский дом, при посольстве Российской Федерации, ханзата отправили в Российскую Федерацию в лагерь переподготовки, отдыха, узнать культуру Российской Федерации регионов. Это очень хорошо, когда смотрят наших талантливых детей и поощряют, чтобы ознакомились с другой страной, с другой культурой. Нас очень радует то, что мы сотрудничаем с Венгерским посольством. И Венгерское посольство тоже предоставляет квоты для наших студентов поступать в их неучебные заведения по хореографии. Нам подарил посол Венгрии книжку замечательную, которую профинансировало Венгерское посольство. Издали ее в Кыргызстане о нашем великом писателе Чингизе Трогулуче Айтматове. И, конечно же, помимо того, что у нас сегодня будет концерт посвящен Чингизе Айтматове, это радует то, что наши дети знают его произведения, знают его отрывки, прозы. И когда они учат и заучивают, это очень здорово. Тем более, что сейчас у нас есть уголок бытового национальной традиции, когда только пошли в профессиональные фотографии 19 века, только начало 20 века. Мы оформили один стенд, где нам подарили деревянный тундук, мы его повесили. Это тоже дает красоту. Ну и также радует то, что у нас есть костюмы, нам передали на баланс костюмы наших народных артистов Кыргызской республики, которые прославляли наш Кыргызстан в театре и танцевали в театре опер-балета Чупомбек Базарбаева, Сарбаги Шаприна, Народная Артистка СССР, Айсол Тукумбаева. И эти костюмы, в которых они танцевали в 50-х, 60-х годах, 70-х годах, они у нас в музее в Бешкетском кровеческом училище. Также подарки. И плюс 4 костюма нам передал Мариинский театр солистов Мариинского театра. Мы их тоже представили такой широкой публике. Плюс хорошая агитация наших прославленных первых-первых хореографов 30-х, 40-х годов, которые создавали государственные ансамбль танца. Это вот прям фотография и автобиография, и фотографии, когда они учились, когда они завершили, где они работали, чем они прославили Кыргызстан, Тугелов, Кабеков. Это организаторы государственного ансамбля танца Акмарал имени Тугелова. История идет, и мы сейчас очень углубленно подходим к этому. И я думаю, что, дай бог, к 15 сентября мы завершим целую стена будет, начиная с самых первых балетов 39-го года. Это «Четная предосторожность», наши кыргызские балеты, «Чопон», «Осель», фотографии первых-первых исполнителей, которые были из самодеятельности, пришли, учились в студии и добились успехов. И первых «Ласточек», которые поехали в 36-м, 35-м, 37-м, 38-м годах учиться в Санкт-Петербург, в Ленинградское хореографическое училище, мы в архивах нашли их фотографии, когда они обучались, в архивах нашли переводные экзамены, какие они оценки получили, какие отзывы. Это все будет выставлено. Я думаю, что когда человек знает свою историю, то он будет ценить свою страну, свою республику и работать всей душой и всем желанием. Это правда. И у нас такой вопрос еще к вам. Вы сказали по поводу концерта, что у вас сегодня и завтра будет два хороших мероприятия. И мы, как поняли, жизнь в училище очень насыщена такими концертами. А вход на этот концерт деткам будет бесплатным? И как можно идти, чтобы завтра зрители был в полный зал? Да, вход у нас свободный. Единственное, что записывается в журнале, родители, кто к нам пришел в гости, мы записываем в журнале, что проходят на концерт. Концерт будет проходить в нашем школьном театре. Сегодня концерт у нас в два часа. И завтра защита дипломной работы тоже в два часа. Я очень благодарен нашим педагогам. Я хочу их назвать. Это Джамал Браевна, старейший наш педагог. Асубы Малдагазеевна, Медина Абдрасулна, Бадина Шуровевна. Это зрелое поколение, которое передает свой опыт. Современное поколение. Сагида Хамидовна, Азиза Умаровна. Тилек у нас работает, тоже преподает. Аида Анатольевна, художественный руководитель. Много педагогов, которые действительно фанаты. И они очень сильно переживают, когда мы даем... Мы в этом году очень много дали профориентационных концертов в нашем театре оперы и балета. Это и 12 челкунчиков. Вот именно училище. И мы шили костюмы. И наши дети участвовали в спектакле. И играли главные роли. На следующий год у нас Адинжан будет принцем. Мы уже планируем, готовим. Ханзат уже справился с ролью в китайском танце. Я думаю, что это наоборот. Вот именно подготовка такая хорошая, профессиональная, чтобы уже их выпустить, грамотных артистов. И чтобы они прочувствовали, что они могут на нашей главной сцене станцевать главные партии. Это самое главное. И большая благодарность всем нашим. Начиная от техничек, от поваров, от воспитателей, от учителей общеобразовательных дисциплин, спецдисциплин. Большая-большая благодарность за работу. И впереди у вас будет отчетный выпускной вечер, верно? Совершенно верно. Который пройдет 20... Он проход у нас 9 июня. А, 9 июня. 9 июня в нашем национальном театре оперы и балета имени Малабасанова. Малабасанова, Малабаева, извиняюсь, Малабаева. И это очень приятно. Для Московской академии хореографии, для Питерской академии хореографии очень почетно выступать на их главных площадках. Большой театр, Мариинский театр, Михайловский театр. То же самое для нашей республики, для нашего училища. Это большая честь выступать на главной сцене. Я считаю, что наш театр и балет – это главная сцена. И когда мы проводим профориентационную работу для школьников, когда наши дети участвуют на этой главной сцене, это для них большой стимул и ступенька к профессионализму. Ну да, я хочу отметить, что это действительно большой шаг, потому что именно выпускной вечер – это оценка всего твоего труда за годы работы в училище. И поэтому там уже определяется твоя дальнейшая судьба. Поступишь ли ты в театр, примут ли тебя в театр, или возьмут в госансамбль Ахмарал. Поэтому я надеюсь, что выпускной пройдет на ура. У нас пополнится огромное количество кадров как в театре оперы и балета, так и в госансамблях Ахмарал. Поэтому, к сожалению, время наше немножечко подходит. Да, но я перед этим хотела бы задать еще много вопросов. Да, много вопросов. Наверное, вот я сейчас, как говорю, у зрителей уже собирается куча вопросов по поводу финансовой части, по обучению, контракт либо бюджет, есть ли какие-то льготы, обучение в училище сколько лет. Так, ну, у нас обучаются 8 лет. 8 лет, да? Первые 5 лет, это с 5 по 9 класс, это у нас средняя школа, общая образовательная, да, база. Затем они переводятся на первый курс, первый, второй, третий, это последняя уже база, как спец, получают специальность. По завершению учебы они получают диплом уже профессионального артиста-балета. Обучение у нас бесплатное, нас финансирует полностью государство. Нам повезло, что, особенно тем детям, которые живут в интернате, это иногородное, питание бесплатно, жилье бесплатно, обучение бесплатно. Мы открыли народное отделение, мы даем такой шанс детям, отдаренным детям, которые по тем или иным причинам не смогли поступить в раннем детстве, или пропустили, или не знали. Потому что иногда спрашивают, а что, у нас есть хореографическое училище, а мы думали, что его будет, только в России выпускают. И когда очень поздно просыпаются родители и дети, что есть такое заведение, мы дали шанс и нас поддержали после окончания 9 класса. К нам поступают народники, народное отделение, и они обучаются 3 года. И как раз они готовятся для государственного нашего ансамбля, пополнить силы именно и профессионализм, поднять уровень народного танца, что необходимо. Очень усиленно мы сейчас работаем с Казахстаном, с Узбекистаном, как у них расшифровываются элементы и движение танцев. И вы знаете, я очень порадовала, что, например, вот как я кыргызский танец преподаю, я говорил, что это колыхание пшеницы поля. У казахов то же самое. Когда мы были на семинаре, когда мы общались, есть движение, это Милисон Рубекович давал шины по кругу, шины по диагонали, и руки он на плечах. И как-то он так вот сказал, что это как верблюжий горб или гора, холм. Мы приезжаем в Казахстан, начинаем то же самое делать, а у нас тоже такое же движение, и тоже называется верблюжий горб. То есть очень много. У узбеков волна, вот она идет волна, у казахов и у кыргызов, вот она волна, раз, два. Я всегда говорю, Иссык-Кульская волна. И очень много схожих, и поэтому, конечно, нам нужно так же, как и в индийском танце, так же, как и в казахской танце, и в узбекской уже, они описали каждое движение. Я думаю, что пришло то время, когда и мы должны среди педагогов уже знать термины тех движений, которые мы ставим в танце, и что это обозначает. И поэтому мы живем. Что мне нравится еще в узбекском танце, и узбекское узбекское училище, у них прям делится по регионам, по областям, совершенно верно. И костюмы. Очень заметно и видно, и южные регионы, и северные регионы. И вопрос для зрителей, у нас тоже уже делится, или у нас все в общем? Нет, ну, Телег, ты же знаешь, что все равно у нас делится. Вот, например, те приграничные районы, которые к Таджикистану, Узбекистану, Казахстану, да, Китаю, все равно и по одежде, даже памирские киргизы, там же видно, что есть основа фрагмента национального костюма киргизского, но чуть-чуть уже специфика там, например, памирские киргизы уже красный, более же цвет, и чуть-чуть немножко другая синтетика костюма, но все равно, например, в шатыке, я знаю, да, есть Танец Рузек, но костюмы взяли регион Баткенской области, когда и лучейки такие богатые, и платье, оно это вот более не расширенное, а более суженное, потому что это все зависит от природы, от условий, где человек живет, и как он должен одеваться, чтобы ему было удобно и комфортно, поэтому все равно есть этот специфик, да. Конечно. После окончания училища ваших выпускников, студентов, да, ожидается ли вообще карьерный рост? Ожидается. У нас выпускник телег, он солист. Я просто не сам учитель, я не знаю. Он солист театра «Переболета». Наши многие ребята и девочки, которые чувствуют, что они могут работать за рубежом, они пробуют свои силы и их берут. У нас Дорбеков-Канат работал в филиале Мариинского театра во Владивостоке, был премьером. Сейчас его поставили художественным руководителем, то есть и главным балетмейстером театра «Переболета». да, уже видно, кто будет солистом и кто будет ведущим. Все зависит от труда. Настолько ты трудишься, настолько ты фанат своей работы. Карьерный рост есть. Ну и самое главное то, что продвижение у нас есть. У нас сейчас республика запела, затанцевала, очень много коллективов появилось. Это очень хорошо. Главное, чтобы мы были профессионалами и любили ту работу и грамотно преподавали. Не просто так вот преподавать, да, а вот именно грамотно. С каждым годом желающим. Вопрос тогда, ребятам, давайте как раз по поводу выпуска. После выпуска вы останетесь в нашем театре, вы пополните наши ряды, да? С хорошего, да. Молодцы, потому что патриотизм — это первое основное качество должно быть артиста. И нам нужно, чтобы вот такие высокие, статные, хорошие ребята пополняли ряды нашего театра. Поэтому при любых возможностях, при любых обстоятельствах нужно чтить и помнить родной дом и приходить работать в родном театре, который взрастил вас. Поэтому такое наставление от меня. А как часто за год, например, или за последнее время, как часто выезжают ваши студенты, выпускники на международные конкурсы? Ну вот буквально мы недавно, ну вчера, вчера вы уже ответили. Сегодня приглашение отослали в Министерство культуры. В Узбекистан государственному ансамблю танцев «Бахор» именно руководителю Мукарам исполняется 110 лет, создателю этого знаменитого, заслуженного ансамбля танца узбекского. Нас пригласили выступить и показать киргизский номер. Вот у нас педагог Мажина Амадин Шуровна, она едет с нашими студентами и показывает танец «Араузек». И плюс небольшой доклад об этом танце, о культуре танцевания Кыргызстана. Мы с удовольствием приняли, просто это все так вот сжато было, и хорошо, что были билеты. Вот у нас курсирует автобус «Бишкек-Ташкент», и мы вовремя вчера купили билеты, то есть нам повезло. Также у нас уже на ноябрь месяц есть приглашение в Башкирию, где будет проходить фестиваль именно учащихся и студентов, хореографических училищ, колледж, университетов, академий. Вот мы сейчас тоже рассматриваем, кто представителей с нашего училища поет, из педагогов и учащихся. Плюс в Алмате, в Алматинском хореографическом училище и в Астане в Академии хореографии проходит очень много семинаров. Мы тоже проанализируем, чтобы наши педагоги повышали свой уровень, потому что приезжают из Санкт-Петербурга, с Московской Академии, с Петерской Академии и обучают новым технологиям или вспоминают, если что наши педагоги забыли, время проходит, именно стажируют. Поэтому мы усиленно над этим работаем. Ну и плюс, дай бог, если все будет хорошо, то мы хотим, так же, как и в Астане, так же, как и в Академии Эйфмана, дай бог, чтобы нам помогли правительство открыть с первого по четвертый класс. То есть подготовка такая целенаправленная, хорошая подготовка для обучения в стенах нашего училища, с первого по четвертого класса, чтобы эти дети не ушли в спорт, не ушли в гимнастику, чтобы этих детей можно было вовремя себя охватить. Не секрет, когда ребенок с маленького возраста, 6-7 лет, посвящает себе спорту или гимнастике, или плаванию, его уже потом трудно в пятом классе переманить к нам в балетное училище, потому что он уже там и с друзьями ознакомился, и уже чувствует себя в этой профессии. И поэтому, я думаю, что нам должны помочь. Ну, мы надеемся, что все так и будет, и перспективы на будущее, они въявь воплотятся, но и, к сожалению, время нашего видео немножечко сокращено, но мы бы хотели напомнить, что в стены хореографического училища принимаются детки, которые окончили четвертые классы, и поступление уже начнется с июля месяца. 6-го, 7-го, 8-го. Если вы хотите, чтобы ваша доченька или сыночек стали артистами балета или балериной, то спешите, приходите.